Всем привет, друзья! Вот и наконец настало долгожданное продолжение серии Android BlackBest, где мы смотрим на все возможные тонкости и фишки операционной системы Android. Последняя серия Android BlackBest выходила вот уже практически два месяца назад и у нас образовался такой большой разрыв между сериями, но выходили ролики о технике, они были более актуальными, поэтому серию Android BlackBest нужно было как-то отложить, но время теперь у меня освободилось и мы продолжаем эту рубрику. Для тех, кто впервые попал на ролик из серии Android BlackBest, это рубрика для тех, кто не слишком сильно знаком с Android, либо только начинает его ознакомление. И в каждой серии я стараюсь рассказывать про какую-то определенную тему, например, в самой первой серии я рассказывал о том, как ускорить ваш Android смартфон, а в второй серии как сохранить батарею и так далее, потом у нас были спецвыпуски о том, как получить рут права и сейчас настало время того, какие жесты есть в Android, а также ярлыки, фишки и тому подобное. И конечно, если вы считаете себя опытным пользователем Android, то скорее всего этот ролик вам будет не слишком сильно интересен, потому что предназначен в первую очередь для новичков. Но тем не менее, при подготовке материала стараюсь наблюдать какие-то определенные моменты, либо сам вспоминаю некоторые книжки, о которых я либо не знал, либо они просто забыл. Поэтому даже если вы являетесь там опытным пользователем, то все-таки рекомендую посмотреть этот ролик, может что-то новое вы и сможете узнать. И как я уже упоминал, темой этого выпуска являются всевозможные шорткаты, свайпы, жесты и тому подобное. И собственно на этом вступление у нас заканчивается, давайте скорее начинать. Итак, мы на рабочем столе моего телефона, у меня в руках Google Pixel 2 и давайте начнем с жестов, которые мы можем выполнять с главного экрана. Как многие знают, в 9-ом андроге у нас изменилась механика взаимодействия с устройством. Если раньше у нас было три кнопки снизу, то есть шаг назад, домой и меню многозадачности, то теперь осталась одна кнопка, а также шаг назад появляется контекстно, то есть когда она необходима. И собственно, какие жесты можно делать с этой одной кнопкой. Итак, если мы свайпаем один раз вверх, то мы вызываем меню многозадачности, если мы свайпаем второй раз, то мы переходим в меню приложений. Но также есть свайп для того, чтобы вызвать меню приложений сразу. Для этого нам нужно просто один раз потянуть вот так вот вверх и мы вызываем меню. То есть не нужно каждый раз вот так вот свайпать один раз, второй раз. Нет, достаточно вот так вот свайпнуть один раз и достаточно все быстро и удобно вы попадаете в меню приложений. Также в 9-ом андроге Google придумали необычную механику меню многозадачности, то есть нам не обязательно свайпать один раз вверх и потом переключаться между задачами. Нет, мы можем свайпнуть один раз вот так вот справа, подержать и мы будем перемещаться между запущенными приложениями. Лично мне чуть-чуть не хватает скорости, если бы она была побыстрее, то прям было бы идеально. Но как есть, так есть. Следующий жест, который мы можем сделать с этой одной кнопкой – это быстрое перемещение между двумя последними запущенными приложениями. И для того, чтобы перейти к последнему запущенному приложению, нам нужно сделать короткий свайп справа таким вот образом. Мы перешли к погоду, сделаем еще раз Google фото, сделали еще раз погоду. И так мы можем перемещаться между последними двумя запущенными приложениями. По моему опыту могу сказать, что это очень удобно, если вы, например, работаете с текстом. То есть в одном приложении у вас, допустим, есть текст, в другом вам нужно что-то набирать, и вы вот так между ними перемещаетесь, либо вы ищете инфу в каком-то одном приложении, в другом приложении вы ее вводите. Таким вот неким альтабом вы перемещаетесь, это реально очень удобно. Ну а также для тех, у кого девятый Android, либо у вас три стандартные кнопки, но на другой оболочке. Одной вот такой вот виртуальной кнопки у вас нет. Сейчас я отключу эту виртуальную кнопку, и у меня вернулись три стандартные кнопки, как до девятого Android. Ну и собственно говоря, с тремя кнопками у нас по сути остался только один жест, это быстрое приключение между двумя запущенными приложениями. Для того, чтобы это сделать, нужно нажать два раза на кнопку многозадачности, нажимаем на нее и вот так вот переходим. Кому-то это удобно, то есть я считал, что кому-то больше нравится вот так вот два раза нажимать. Лично мне все равно, что свайп справа, что два раза нажимаем. Мне и то, и то на самом деле удобно. Закончили с виртуальными кнопками, переходим к шторке уведомлений. Как мы ее обычно вызываем? Мы делаем свайп сверху вниз для того, чтобы перейти к уведомлениям и делаем второй раз сверху вниз для того, чтобы перейти к каким-то настройкам, выключить Wi-Fi, либо включить мобильные данные, ходспот, не беспокоить и тому подобное. На некоторых оболочках и лаунчерах есть такой свайп, как делаем просто вот так вот свайп сверху вниз и у нас выползает шторка уведомлений. Для того, чтобы нам вызвать шторку уведомлений сразу перейти к Wi-Fi, мобильные данные, ходспот, не беспокоить, верночной режим и так далее, нам не обязательно свайпать вот так вот два раза сверху вниз, нам можно свайпнуть один раз, когда у меня пальцами так вот делаем и мы переходим к сразу этой шторке. И по факту могу сказать, что это реально удобно, я этим правда пользуюсь. То и вам может показаться, зачем тянуться вот так вот двумя пальцами, чтобы вызвать эту шторку, это наверное неудобно, но я могу сказать, что это просто дело привычки, если вы едете где-нибудь в метро, вам неудобно достать одной рукой, просто берете вторую, вот так вот вызываете и все, это просто делает привычки, если вы это хоть раз попробуете, вот в течение дня поделать вы к этому привыкать, я вам гарантирую. А также хочу рассказать про другой свайп, он присутствует по моему опыту только на голом андроиде и только на тех смартфонах, где есть вот сканер отпечатка пальцев на заднем торце устройства. В настройках можно включить функцию, которая вот так вот или свайп, вот так вот вызывается у нас шторка уведомлений. Вы сейчас слева должны это все видеть, как это происходит на записи экрана, вот так вот я делаю свайп, и это офигенская функция, я вообще не тянусь на самом деле вот так вот одной рукой к шторке, я всегда вот так вот ее вызываю, ну либо двумя пальцами, когда мне по какой-то причине неудобно это сделать, я например в перчатках зимой, либо тому подобное. И я на самом деле понимаю, почему Google долгое время не реализовывали вот этот вот быстрый свайп сверху вниз для того, чтобы вызвать шторку уведомлений с главного экрана, потому что этот жест работает только на главном экране. А свайп через сканер отпечатка пальцев работает не только на главном экране, но также и в любых других приложениях. Вот я зашел в Google Фото, провожу свайп моим пальцем через сканер отпечатка пальцев, у меня вызывается шторка уведомлений. Вот как это все происходит. Вы сейчас видите на записи экрана, вот я просто провожу пальцем сверху вниз, это абсолютно натурально и прям гениальнейшая функция, я не знаю, я когда перешел на MIUI и там этого не было, и там был такой вот свайп сверху вниз, но я так страдал, потому что у меня не было этого сканера отпечатка пальцев, потому что это реально удобно. Что еще можно делать в шторке уведомлений? Давайте мы ее вызовем, начнем сверху. Для того, чтобы, например, перейти в быстрые настройки какого-то отдельного элемента, например Bluetooth, мне не нужно переходить в настройки, искать Bluetooth и так далее. Я вызываю шторку уведомлений и зажимаю Bluetooth и перехожу к этим настройкам. Помимо этого, что еще можно делать в шторке уведомлений? Давайте перейдем в нее. И вот у меня уведомление от почты России и допустим, я хочу отложить это уведомление. Для того, чтобы это сделать, я провожу свайпом слева направо, но не до конца, либо справа налево, вот так вот. И у меня появляется контекстное меню настроек, либо я могу отложить это уведомление. Я нажимаю на иконку «Отложить» и вот я его отложил на 1 час, либо могу отложить на 15 минут, но мне не нужно его откладывать, поэтому я отменяю это действие. А также я могу зажать палец на уведомление и мне вызовется такое контекстное меню, чтобы я смог отключить подобный тип уведомлений. Как мы видим, у Почты России подобный тип всего один, то есть мне приходят уведомления о посылках и поэтому если я их отключу, то я полностью отключу уведомления от Почты России. Но если у приложения есть несколько типов уведомлений, например тот же самый ВКонтакте, вам приходят уведомления о новых сообщениях, о добавлении в друзьях и т.п. Вам, допустим, пришло новое сообщение, вы хотите отключить только это, чтобы вам не приходили сообщения. Вы также нажимаете и тут будет флажка «Отключить уведомления о новых сообщениях». Вы нажимаете и все, уведомления о новых сообщениях вам не будут приходить, а о том, что вам добавляются друзья, они будут приходить. Это очень удобно. Ну а также могу сразу перейти в настройки этого приложения. Нажимаю сюда и мы сюда переходим сразу же шторки уведомлений. Что еще мы можем делать на главном экране? Про виртуальные кнопки я рассказал, про шторку уведомлений я рассказал, но мы можем также взаимодействовать с приложениями. Я точно не помню когда это появилось, то ли в седьмом, то ли в восьмом андроиде, но это был некий такой ответ на 3D Touch от Apple. Смотрите, если я зажимаю пальцы на приложение, то у меня вскакивает контекстное меню этого приложения. У каждого приложения это контекстное меню свое, то есть у заметок такой выбор, у часов такой выбор, допустим, у Play музыки такой выбор, а у некоторых приложений этого нет. Например, зажимаю Instagram, у него ничего нет, просто о приложении я могу узнать. Но также если у приложения есть виджеты, но также нет контекстного меню, например, переводчик. Вот, контекстного меню полноценного нет, но есть виджеты. Я могу сразу перейти к виджетам этого приложения. Но помимо обычного контекстного меню, где нам нужно зажать палец и выбрать какой-то из ярлыков, мы можем этот ярлык перенести на рабочий стол. Допустим, я хочу каждый раз создавать новый список. Вот я сжимаю палец на заметках, сжимаю палец на новом списке и вот теперь у меня это как отдельное приложение. К сожалению, контекстное меню дается только от разработчиков, мы не можем его сами выбирать, поэтому если его нет у конкретного приложения, например, у калькулятора, то его не будет. Ничего с этим не сделать. Теперь давайте перейдем к меню многозадачности, а конкретно к разделению экрана. Многие знают, что есть разделение экрана на Android, но многие могли и не знать. Собственно поэтому у нас и существует такая рубрика Android будет ликбез. Так вот, чтобы вызвать разделение экрана на 9-ом анроде, нам нужно нажать на иконку уведомления многозадачности и нажать на разделить экран. Все, теперь я допустим перехожу в настройки и теперь я сижу в настройках и на ютубе. Все, я сразу работаю в двух приложениях одновременно. Ну и конечно мы можем регулировать размер этих приложений, допустим, чтобы у нас ютуб был побольше, либо наоборот, чтобы у нас были настройки чуть-чуть больше, а если нам не нравится, мы допустим просто переходим вот так вот сверху, у нас будут настройки, либо делаем свайп вниз, у нас останется ютуб. Вы наверное подумали, что все, что еще можно найти на главном экране. Ну вот у нас есть виртуальные кнопки, шторка уведомлений, там со шторки уведомлений еще 50 всяких жестов, нет, у нас есть еще несколько жестов, а конкретно два на главном экране. Для того, чтобы нам перейти к настройкам лаунчера и как-то его изменить, нам нужно зажать палец на главном экране, у нас выпадет такое контекстное меню с настройками, с виджетами, либо обоими. На восьмом андроиде, а также на некоторых каблочках достаточно делать свайп вот так вот щипком внутрь, на девятом андроиде это не работает, а работает только вот такое вот контекстное меню. Ну а также последняя фишка, я уверен, что многие даже прошаренные пользователи этого могли не знать, либо попросту забыть. Так вот, чтобы перейти в безопасный режим устройства, у нас бросились все фоновые процессы и тому подобное, зажимаем клавишу питания и нажимаем на клавишу выключить, но задерживаем. И вот теперь мы можем перейти в безопасный режим. Вот такая вот фишка. Ну а также хочу рассказать про свайпы в двух стандартных приложениях от Google. Это Google Chrome, а также Google клавиатура. Давайте перейдем к Google Chrome. И для того, чтобы быстро переключаться между вкладками, я могу вот так вот делать свайп между ними. Опс, видите, мы переходим. Если у меня будет открыто больше, давайте откроем больше. Я могу перемещаться между ними вот таким вот образом. Также для того, чтобы вызвать сразу меню открытых кладок, мне не обязательно нажимать на кнопку. Я могу вот так вот делать просто свайп сверх-вниз. Ну и последний свайп в Google Chrome. Для того, чтобы мне не нажимать на три точки, допустим, переходить в историю либо скачанные файлы, я просто зажимаю три точки и вот так вот пальцем спускаюсь в скачанные файлы. На хроме, по крайней мере, я больше жестов не знаю. Если вы их знаете, то напишите в комментариях, мне реально будет интересно. Но мы переходим к Google клавиатуре. Допустим, мы работаем с большим текстом и вот мы его как-то редактируем, что-то печатаем. И чтобы нам быстро перемещать курсор, между текстом нам не обязательно зажимать вот этот вот палец и перемещать его по тексту. Даже несмотря на то, что в девятом андроиде это сделали удобно. У нас есть вот такая вот лупа, как это было долгое время в iOS и в других облочках, но это только все реализовалось в девятом андроиде. Так вот, чтобы не тянуться к пальцам, нам достаточно делать вот так вот пробелом, просто перемещать пальцы и мы перемещаемся между текстом. Единственный минус, это работает не на супер дальние расстояния, то есть где-то в пределах одного приложения, но это будет работать, если вам нужно переместиться к какому-то слову, допустим, вы что-то там опечатались, вот так вот делаете и все это работает прекрасно. Следующий жест в Google клавиатуре, допустим, вот мы напечатали какой-то текст, поняли, что напечатали какую-то фигню, хотим это удалить, нам не нужно вот так вот нажимать и удалять. А допустим, у нас вот большой текст, да, для того, чтобы это удалить быстро и эффективно, достаточно просто сделать свайп под Backspace. Вот так вот, опс, и я удалил текст. Допустим, мы его вернули, и я могу вот так вот, опс, его удалить. Если у нас напечатано несколько слов, допустим, сделаем пробелы, вот так сделали пробелы, да, я могу удалять по конкретному слову. Видите, вот так вот это все легко, удобно регулируется. Но также последний жет в Google клавиатуре, им почему-то многие не пользуются, для меня это полное непонимание, почему. А пользователи iOS устроят такой, все в шоке, когда это видят, можно делать же свайп по словам, допустим, вот, привет, как дела, меня, все, хорошо. Это удобно, да, особенно когда вы где-то едете, либо у вас трясется телефон, не нужно вот так вот нажимать на клавиши и попытаться в них попадать. Нет, вы просто делаете вот так вот. Удалим текст. Видите, я даже на автомате это делал, потому что к этому привык. Вот, печатаем привет, как дела у меня, все хорошо. Вот могут быть, конечно же, опечатки, со всеми бывает, но обычно это работает очень стабильно. Собственно, вот такой вот у нас получился выпуск, друзья. Мы поговорили про жесты, всевозможные свайпы и тому подобное, не только в системе, но также в каких-то стандартных приложениях, например, Google Chrome, либо Google Клавиатура. И давайте договоримся так, если вы досмотрели этот ролик до конца и вы реально узнали что-то новое, но вы, допустим, не хотели ставить лайк, поставьте, пожалуйста, лайк, я буду понимать, что люди реально узнали что-то новое и я не зря делаю эти рубрики. Ну и что касается будущего, то по плану в общей сложности я планирую выпустить 13 серий Android League Base, а тут у нас вышел седьмой ролик и поэтому осталось еще 6 штук. Так что, когда будет свободное время между роликами, я обязательно делаю Android League Base, потому что мне самому эта рубрика безумно нравится. Ну и как обычно, друзья, увидимся в следующих выпусках. Всем большущей-большущей удачи, всем пока!